Большие возможности, большое будущее. Все это было у маленькой Евпаторики Марины Лоскутовой. Соревнования, турниры, золотые медали, призовые первые места. Год в профессиональном спорте в составе сборной Крыма по художественной гимнастике. В апреле 2013 она должна была получить разряд кандидатов в мастера спорта, но все разрушило болезнь. В начале февраля после очередных сборов Марина пожаловалась на сильную боль в спине. Сначала сказали, что у нее воспаление мышц, затем компрессионный перелом позвоночника. Температура, боль сильная, которая не обезболивалась обычным обезболивающим. Потом все-таки нас послали на УЗИ, обнаружили в левой почке опухоль и отправили уже сюда. Сначала в хирургии мы лежали, у нее были очень страшные боли, которые только наркотик обезболивал ей. Потом были тяжелые семь месяцев лечения курса химиотерапии, иммунитет на нуле. Обессиленный организм Марины готовили к операции в Киеве. Нас прооперировали, удалили не всю почку. Григорий Иванович Климнюк сохранил 50% почки. Сейчас там образовалась киста, которую тоже нужно убрать. Киста – это жидкость, которую нужно пунктировать. В столице Украины Марина пробыла 4,5 месяца. Ее выписали домой, поскольку там больше врачи ничем не смогли ей помочь. Но лечение дальше необходимо. У девочки в организме метастазы – в легком, в груди, ноге и позвоночнике. Сейчас она находится в Симферополе в детской республиканской больнице. Марина получает четвертый блок после операционной химиотерапии. В дальнейшем планируется лучевая терапия. У Марина есть шансы на выздоровление, именно на выздоровление, на полноценную жизнь. Потому что в детском возрасте опухоли значительно более чувствительны к химиотерапии, к лучевой терапии. В детском возрасте мы имеем возможность применять очень высокие дозы химиопрепаратов. Значительно более высокие, чем у взрослых. В том, что шанс есть, не сомневается и сама Марина. Она все время улыбается, из рук не выпускает солнышко. Его ей подарили на соревнованиях. О болезни старается не думать и находит себе занятие. Компьютер смотрю фильмы, рисую. Мечтает поскорей отсюда выйти здоровой и оказаться… Мама сказала. Мама. А как зовут? Мама. Шостик. Семья планирует уехать в Германию. Там, в одной из клиник, готовы принять Марину. Как говорит Алена Лоскутова, сейчас срочно нужна операция на легком. Времени нет совсем. Счет им выставили 253 тысячи евро. Это цена за годовой курс лечения. Семья 13-летней спортсменки просит о помощи всех, кто может. Силами родных, друзей и неравнодушных крымчан надеется, мама Марины и ее дочь сможет жить дальше и покорять спортивный Олимп. Алена Лоскутова обратилась к тренеру сборной Крыма по художественной гимнастике Оксане Резадиновой и вице-президенту Украинской федерации гимнастики Ирине Дерюгиной. Номер карты, куда можно отправить деньги и номера телефонов родителей девочки на экране. Семья поддерживает Марину как только может, а она не опускает руки и верит, что в этой борьбе, как настоящая спортсменка, обязательно завоюет первое место. Екатерина Зуева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.